Друзья, всем большой привет! Данное видео показывает наглядно, насколько сложно подобрать цвета для того или иного станка с использованием определенных линз. Все цвета были предварительно настроены по одной гамме в ряд. Цветовая гамма была выбрана таким образом. Насыщены красный и его оттенки. Следующий ряд салатово-зеленый цвет, также оттенки голубого цвета, темно-зеленый ряд и синие оттенки. Конечным рядом заключающим был желтый или оранжевый цвет. Спустя 14 минут я получил определенный результат, который меня не особо удовлетворил. Разнести карту цветов не составляет особого труда. Создание разной тональности цвета также возможно, только есть некоторые особенности. Итак, рассмотрим несколько вариантов и причину их изменений. Красный цвет самый стабильный и самый надежный. Плотность заливки составляет 0,01 мм. Скорость гравировки может быть от 100 мм до 400 мм в секунду. В таком формате, конечно, выгодно нам регулировать как скорость, так и мощность. Зеленый цвет бывает двух видов. Это салатовый и темно-зеленый, близкий к срыву на черный глянцевый цвет. Второй вариант рассматривать не будем, так как его можно получить практически на любом станке с использованием практически любых линз. Салатовый цвет получился самый нестабильный и его регулировка была возможна только лишь с использованием мощности в узком диапазоне. Самый интересный цвет это, наверное, цвет синий. У него есть некоторые особенности. Для примера, на станке GPT Moppa M8 20 Вт с линзой F254-170 на 170. Для его получения потребовалось всего лишь 20% мощности, плотность 0,00 мм и частотный диапазон в районе 300-400 кГц. Для изменения тональности было необходимо поднять только лишь мощность. Все остальные параметры никаким образом не влияли на изменение цвета, либо меняли колоссально их. Подводя итоги, я хотел бы сказать некоторые замечания касаемо цветной гравировки и подбора их параметров. Для получения цвета есть 5 основных параметров. Плотность заливки, скорость, мощность, частота, Q-пульс. Последний параметр предпочтительно использовать, исходя из технической документации, каждому источнику индивидуально. Для проверки данного фактора достаточно отработать 1 неделю, используя таблицу сочетания частоты и Q-пульса и убедившись в стабильности работы станка. Работая в произвольном выборе Q-пульса, получаем отсутствие закономерности и отсутствие стабильности работы оборудования. Теперь заключение. Гравировка данной цветной таблицы показала нестабильность работы оборудования при использовании рандомных параметров. На ее основании были внесены серьезные изменения и корректировки. Финальный результат будет отснят отдельно. Ребят, не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на телеграм-канал и также на основной канал на ютубе. По вопросам приобретения оборудования, телефоны будут в описании под видео. Приобретение расходных материалов также обращаемся на WhatsApp. Всем хорошего дня, до свидания.